Что ж, дорогие зрители. После восхождения на Атартен, на руках у нас осталось немного фотоснимков. Наш план на этот выпуск таков, сначала определимся с утром на Ауспии, и наконец развеем миф про Ауспию. Мы поставим эти фото на свое место. На Лойзу у избы, так как многие все еще сомневаются в существовании избы, поэтому мы найдем дополнительные доказательства ее существования в зашифрованном послании Масленникова. Очевидно, он понимал важную роль избы в тайне перевала раз решился и дал координаты избы на своем самом известном рисунке. Следователь Иванов, ничего не подозревая, вложил этот рисунок в УД. Далее, мы ответим на главный вопрос, куда пошли дятловцы, установим их маршрут, место перевала, и место раскопок в снегу. Чтобы ответить на эти вопросы мы расшифруем послание журналиста Ярового, который в своей книге дал нам еще одну фундаментальную подсказку. Итак, займемся декодированием смыслов. Свежий снег, который согласно карты погоды упал 31 января, мел с северо-запада, благодаря чему нам легко ориентироваться в сторонах света по налипу снега на деревьях. В данном случае очевидно, что криво фотографировал с востока на запад. Там наблюдаем приличный просвет в деревьях прямо по центру, и три градации серого на горизонте. Это холмы, сжимающие лозел, а самый верхний ярус – Урал-горы. На так называемой стоянке дятловцев на Ауспе, где стояли потом и поисковики, с запада нависает гора Верхуспея с перепадом высот в 500 метров, и она перекрыла бы собою весь горизонт. Здесь такого нет, не говоря уже о легком березовом ельнике, который замечен на острове с прогалинами в сторону долины Лозе. Рустема криво снимал в направлении север, север и восток. В этом направлении хорошо виден восточный отрок Пунсальнеля, подобный клюву утконоса спускающемуся вниз к повороту Лозе. Но главное – это сам лес. В районе Верхуспея там мощные старые деревья, непролазная тайга. На фото поисковиков, снятых у палатки, заметна разительная разница этого леса с легкой рощей на острове. На плане нашей заимки я визуализировал положение палатки так, метров 10-15 от избы на юго-запад. То, что заметно на фото палатку дятловцы сориентировали на юго-запад трубой, чтобы не сжечь избу, но это рискованно для самой палатки, если ветер переменится с северо-западного на западный, тем более на юго-западный. Некоторые зрители все еще сомневаются, что эта изба была нарисована в тетради Масленникова. Нарисована, но неизвестно кем, неизвестно чем, неизвестно когда. Так кратко можно подвести резюме их критики. Что ж, сейчас мы дадим более убедительное доказательство, что не только Яровой шифровал координаты избы в своей книге, но и сам Масленников. Так как в УД имеются рисунки места происшествия, и они очень похожи на рисунки Масленникова, очевидно это были перерисовки с его оригиналов. Не удивительно, что самый известный рисунок Масленникова с изображением палатки и положением тел первой пятерки был вырван из его тетради в клетку. Наверное, Иванов попросил Масленникова сделать такой эскиз для УД. Оригинал рисунка был вложен между страницами 80 и 81. Сознательно ли вложил его Иванов? И когда? И Ивановля? Дело в том, что на этом рисунке, есть четкий, но зашифрованный указатель на местоположение избы. Внизу рисунка есть ориентиры палатки относительно трех азимутов, на останец. На вершину горы 1053, и наконец, на какой-то ручей. Казалось бы, Масленников сделал это, чтобы по трем лучам можно было определить местоположение палатки. Да, но это лишь цель прикрытия. Масленников измерял азимуты магнитным компасом, а потом переводил показания компаса в географические координаты, добавляя магнитное склонение, указанное на карте. В то время оно составляло 17–18 градусов на восток от полюса. Поэтому неудивительно, что современный спутниковый азимут дает 93 градуса на останец вместо 90. Тем не менее запомним его. Теперь сориентируемся на гору 1053, а это столоподобная гора рядом с Атартеном. Именно ее мансы называют Ватаратан-Сихыл, гора, порождающая ветер. Мимо нее шли дятловцы, взбираясь на седловину между ней и теперешним Атартеном. Замечаем, что точный азимут на Ватарат-Сихыл 353 градуса. Значит, 3 градуса – это систематическая ошибка Масленникова при вычислении географического азимута из магнитного. И вот самое интересное, ручей-протяженный объект, указывать его в качестве азимутного ориентира – это давать повод современным туристам выходного дня поднять бучу, что все эти дятловцы не кудышные туристы, включая ихнего мастера спорта Масленникова. Может, Масленников имел в виду устье первого ручья притока Лойзвы, на котором позже будут найдены настил и последняя четверка туристов. Но нет, устье первого ручья в стороне на целых 10 градусов. А давайте возьмем 43 градуса от севера и продлим луч бесконечности, и посмотрим, во что он упрется, кроме бесконечности. Поразительно, но он упирается не только в устье ручья падающего со склонов Пумсальнеля, но и в избу Ярового, которая находится на острове у этого ручья. Совпадение, скажут все те же зрители от Фомы. Может быть, но давайте процедуру с лучом повторим на самом рисунке Масленникова и посмотрим, во что он упрется там. Кроме, конечно, бесконечности. А луч упирается прямо в избу, крупную, с разлогой крышей, чтобы следаки даже с плохим зрением могли разглядеть ее. Она почти сравнима с горой Пумсальнель, у подножия которой стоит эта изба. А какая красавица, прямо японская пагода. Может это гора. Но никаких гор такой конфигурации в том направлении и близко нет, сплошной хребет Чайканур. Много-много людей, в том числе и художников, смотрели на этот рисунок. Наконец-то мы разгадали скрытый в нем смысл. Поздравляю моих зрителей. Прошу обратить внимание также на останцы, которые идут по гребню горы 880. Масленников не забывал рисовать их, если, конечно, они видны с точки наблюдения. Итак, изба Ярового получает полное право называться избой Ярового-Масленникова. 2 февраля дятловцы собрались выйти от нее в путь по своему маршруту. Научный эксперимент успешно проведен, проходимость и способ приема сигнала в дальней связи проверено. Пора заглянуть в план похода по дням. Следующий пункт после Атартена это возврат в Верховье-Ауспи и затем перевал в долину Уньи. Уньи начинается у подножия Халатчахли с реки Большая Хозья. Хозая по-мансийски длинная река. Апичорцы и называют Уньей Большую реку, уже после слияния трех притоков Уньи, а именно Большой Хозьи, Малой Хозьи и Полуденной Рассохи. Но зная, что самое красивое место Урала – это страна пяти замков на горе Хулахпитинг-Мелл, с уверенностью определяем следующую цель – Верховье-Малой Хозьи, дятловцы не могли пройти мимо него, вот зачем нужно столько фотоаппаратов, ведь сама Варсонофьева так ярко описала эти красоты средневековых замков, созданных природой. Но вопрос, могут ли туристы дойти туда за день? И как они пойдут? Через Ауспию или через любой из многих перевалов главного Уральского хребта. Самый легкий путь в плане перепадов высот и крутизны склонов – это через основной перевал на этом участке хребта, перевал Поры-Тотни-Сори, седловину медвежьих дудок. Медвежьими дудками мансийцы называют Борщевик. Это любимое лакомство манси, конечно, только после молодых рогов оленей. Путь через Поритай-Сори выглядит длиннее. Нет, он даже немного короче Ауспийского пути, тоже два перевала, но в целом это около тридцати километров. Путь к Ауспии лежит через заснеженный четвертый приток, куда сдувается ветер-снег с Халатчахля, потом мимо Кедра вверх по первому ручью, через перевал опять в заснеженную яму Ауспии. Снег пушистый и можно проваливаться по пояс, очень тяжело в нем идти. Выбраться из ямы Ауспии можно по мансийской тропе, но манси вытягивают вверх олени. И потом долго идти траверсом хребта на уровне тысячи метров, а каждые сто метров высоты это еще один дополнительный градус мороза или два если ветрено. Самое главное, маршрут через Поритай-Сори управляемый. Если что, можно заночевать в пределах леса, возле воды на большой хозе, где ключи бьют прямо с горы. Чего не скажешь на вершине перевала Верхуспии, там уже нужно дожимать длинный перевал в десяти километрах прямо до Малой Хозьи по голым горам. Между этими двумя крайностями, мягким и жестким маршрутом, есть золотая середина. Быстрый, короткий и не очень сложный маршрут по крутизне. Это через третий приток Лозьвы, потом перевал у Северного Отрога-Халатчахля, затем вниз к Логу Хозьи. Пообедав у озера при слиянии двух источников, переваливаем через длинный мыс Сомьяхнел в долину Малой Хозьи. Там стараемся продвинуться как можно ближе к пяти замкам, главной цели нашего похода. Вот такая задача, но сможем ли мы ее выполнить за день? Для того чтобы это оценить одной лишь проекции нашего маршрута на план карты недостаточно. Нужна еще и высота, и только тогда мы сможем измерить общую длину маршрута. Из этого графика ясно видим недостатки маршрута через Ауспию. Круче и длиннее подъем в начале пути, высокие перевалы с огромными потерями высоты. Изматывающий тридцатикилометровый маршрут с риском застрять на плато на высоте 1 км. Маршрут через третий приток Хозьи оптимальный. Всего 23 километра, с умеренной крутизной и небольшими колебаниями высот. Мы его точно пройдем за день. Но некий некто мог же рассуждать и по-другому. Раз дятловцев нашли у Кедра значит они почему-то выбрали жесткий маршрут, хотя их уже не держал никакой лабаз, за которым нужно было топать, хочешь не хочешь, к Ауспию. Как доказать, что дятловцы выбрали прямой путь через Гух? И что они все-таки были по ту сторону хребта? Сначала, приведу косвенное доказательство от Юрия Ярового. Читая книгу Ярового высшей категории трудности мы уже почерпнули важную информацию о месторасположении избы. Теперь посмотрим, что в повести стало триггером трагедии. Оказывается, ими стали останцы великаны, которые напугали Нелю. Она оступилась, упала и получила сотрясение мозга. Посмотрим, не найдем ли мы здесь подсказку о месте трагедии. Прочтем диалог о великанах. Норкен, понимаете, эти останцы так выветрились, что готовы рухнуть в любую минуту. Пять скал, словно пятерня торчит из земли. Глеб, ты говоришь пять. Они шесть. Нелли, про себя. В его голосе тревога. Значит, я ему сказала, что их было шесть. Норкен, по-моему пять. Но самое любопытное, что они выстроились по ранжиру. Впереди самый высокий, замыкает самый маленький камень. Я даже азимут засек, северо-северо-запад. А воют, прямо джаз лунстрома. Нелли. Но я же хорошо их видела, я же отлично знаю, что именно из-за них я упала и разбила лицо. И потом, этот стон. Даже сейчас в палатке стоит мне на секунду закрыть глаза, и вновь я вижу метели зловеще нависшие надо мной фигуры великанов. И совершенно отчетливо слышу душераздирающий стон. Далее автор замечает, нет, великаны Нелли не померещились. Я испытал такое же почти потрясение, когда мы с прокурором догоняли спасателей, ушедших за перевал. Ну о каких останцах говорит Яровой, на перевале есть останцы, но дятловцы, по легенде, прошли от Лобаза далеко левее от них, а далее траверсом горы Холочахль. Кроме того, никакого ранжира из пяти-шести останцев там и близко нет. Где же есть такое место? Если эти останцы действительно великаны, то они должны быть отражены на топокарте километровки. Действительно, вот цук останцев на высоте 880, которые мы наблюдали у Масленникова на его рисунке, высотой от четырех до шести метров. А вот ряды останцев на Холочахля. Холочахль в плане напоминает прямоугольный бумеранг. Одно крыло вытянуто от Кумпола на юго-запад, а другое на северо-запад. На одном отробе шесть крупных останцев, а на другом, северо-западном, пять, высотой от трех до десяти метров. То есть, наводка на северо-запад и пять великанов по ранжиру у нас имеется, именно на северном отробе Холочахля что-то похожее наблюдается. Одна проблема, почему я не помню их нигде на зарисовках Холочахля, Масленниковым, или на фотографиях поисковиков. Давайте посмотрим и проверим их наличие. Вот рисунок из ОД. Вид на Холочахлина его третий, восточный отрок, под которым была найдена палатка. Никаких останцев, ни великанов, ни карликов. Другой рисунок из ОД. Три ряда курумника нарисованы, а вот останцев никаких не видать. Может их просто не рисовали. Обратимся к современным видеоматериалам. Но нет никаких останцев и здесь не осталось. Есть идея, давайте зайдем с другой стороны, в буквальном смысле. Со стороны Луньи, режиссер-документалист, Михаил Заплатин, который первым не только поснимал красоты Урала на пленку и выпустил ряд фильмов, но и опубликовал несколько повестей о своих путешествиях в конце 50-х и начале 60-х годов, так пишет о Виде на Холочахля от истоков Большой Хози. Чтобы перейти с Большой Хозая на Малую, надо перевалить через гребень самих нёл. С его склона гора мёртвых, Холодсяхль, предстаёт перед путешественниками во всём своём величие. По вершине её разбросано много отдельно стоящих больших камней. Издалека жицы великаны взбираются на гору. И видно, что Большая Хозая образуется двумя истоками у её подножия. А что думают о всем этом Мансе? О Холодчахле известно, что они думают. Гора с плохой энергетикой. Согласно древним легендам, в потом на вершине её кто-то спасся, это плюс, но всплывающие трупы нашли покой там же, это минус. В общем, оленеводы боялись оставлять детей одних возле неё, говорили дети пропадают бесследно. И эти тут ни при чём, энергетика горы такая. Впрочем, посмотрите сами на её кумпол и вы всё поймёте. Вся она настолько угловатая, кривая, как горнверк крепости, созданной каким-то исполином. Не обойти её, не объехать. Очень неудобная гора в этом месте. Но дадим слово Дмитрию Сумбендалову, слова которого записал этнограф Мальцев в 70-е годы. Холодчахль – плохое очень место. Раньше считали, что опасно там почему-то. Внешне, с запада похоже на гигантскую могилу. С южного, более низкого конца, по ней словно лезет свора каменных чудовищ, а с севера, в изголовье воткнута ещё одна каменная тумба, напоминающая роговую ручку мансийского ножа. Вот такие ассоциации у Манси с Холодчахлем, они связаны с образом могилы и её каменными хранителями, сворой чудовищ. Взглянем на Холодчахль глазами режиссёра Заплатина, только не через объектив его кинокамеры, а через окошко Гугла. На спутниковых снимках чётко видим, и останцы, бегущие в ряд по её гребню слева направо, и тумбу у её левого северного конца. Всё как говорил Дмитрий Самбиндалов. А теперь подумаем, почему Яровой так много места в повести уделил именно этому ракурсу зрения на Холодчахль, и почему видение пяти великанов, свора чудовищ, стало триггерным в книжной трагедии. Если это указание на место трагедии, то откуда о нём мог узнать Яровой? Единственный источник, который видится мне правдоподобным, — это кроки маршрута. Как мы помним, на них ссылается Масленников в своём допросе, а также Иванов в своём закрывающем дело эссе. Но будучи липой, кроки исчезли из УД. Вместе с такими же липовыми дневниками туристов, дневники, аж два, Зины и Люды и пустую книжку Рустема, следствие раздало родителям. А вот кроки исчезли как испарились. Но что в них можно было найти, если они правлены под легенду? 41-й, а успея, перевал, сами виноваты, замёрзли. Во-первых, они попали в руки мастеру спорта по туризму Масленникову, написавший множество книг по практике туризма. Ему читать эти найденные кроки было так же смешно и печально, как нам читать дневники дятловцев. Рваная ткань логики, с редкими проглесками сознания. Во-вторых, те, кто подчищал кроки, могли допустить ряд оплошастей. Например, оставить отиск карандаша на соседней странице, и Масленников с Яровым восстановили реальные кроки за последний день маршрута, 2-е февраля. Увидели, куда дошли дятловцы на самом деле, а обрывались их шаги в коме АССР, по ту сторону Халатчахля. Поблагодарим Ярового за подсказку, и обратимся к более веским доводам. Рассмотрим два фото, будто бы подъема на перевал от Ауспи. Замечаем угол подъема 9-12 градусов, по левую руку дятловцев уклон горы градусов 40. Да, это возможно по траверсу горы Халатчахль вблизи ее вершины. Но следующий снимок, он показывает уже спуск. Посмотрите на размытую тройку дятловцев, она уже спускается вниз. Это какой-то четкий и резкий перевал. Перевал Дятлова это довольно плоская шея с полкилометра в ширину. Возле Халатчахля нет такого подъема и сразу спуска. Кроме того, если нам говорят, что они заночевали как птицы на склоне Халатчахля, чтобы не терять высоты, то куда они спускаются? Они теряют высоту прямо на наших глазах. А может это вовсе не дятловцы? Листа не видно, но нет, все узнаваемо. Вот Игорь, со своими рукавицами и острым носом, несет палатку. За ним идет Рустем, со своим малым топориком и парой валенков, вставленных друг в друга. Этот рюкзак мы видели на многих фото, и скоро увидим его еще раз. за Рустиком идет Золо, его поджарую фигуру хорта и штаны, фиксированной резинкой на уровне колен, не спутаешь ни с чем. Далее Зина. Обратите внимание на прямоугольный предмет в ее рюкзаке справа. Зина. Он тяжелый и перекашивает рюкзак. При подъеме в гору может хорошо натирать кожу выше поясницы. Зина пристегнула рюкзак к себе ремнем-фиксатором, чтобы уменьшить биение рюкзака. Вот откуда может быть ее пресловутая потертость поясницы 29 см в длину и 6 в ширину, а не от стропы вертолета, сбрасывающего туристов прямо на кедр. За Зиной идет Люда. Узнали по моднявому рюкзаку. Итак, это идут дятловцы. А вот где они идут. Обратимся к нашему оптимальному маршруту от избы через третий приток Лозвы, потом прямо на перевал Гух, и посмотрим нет ли похожего места. Есть в этой точке, ее координаты указаны слева. Подъем в 9-10 градусов, по левую руку резкой вверх уходит тумба халатчахля, та, что так похожа на рукоять мансийского ножа. Это место удалено от местонахождения палатки всего на полтора километра. Их разделяет восточный отрок халатчахля. Теперь понятен этот снимок со спины, криво решил увековечить момент перехода дятловцев из Азии в Европу. Прошло уйма лет, но я сам не могу забыть ощущение восторга от подобного перехода, конечно в другом месте и другое время. вот так масштабно выглядит этот переход через Гух с высоты птичьего полета. Справа в пойме Малой Хозьи видна цель нашего похода на день, гора пяти замков, у ее подножья нужно сделать ночевку. Да вот похоже, что дятловцы туда не дошли. Им еще удалось спуститься вниз в долину Большой Хозьи, зачем-то покопаться в глубоком снегу, и все. Похоже трагедия или ее начало случилась в момент подготовки обеда в пойме Большой Хозьи у озера. Обратимся к двум последним фото, это самые любимые фотки прокурора Иванова, на них он сделал научную работу криминалиста, о том, как по экспозиции и диафрагме фотоаппарата, освещенности фотокадров, восстановить точное время фотосъемки. Именно эта разработка дала Иванову возможность установить время установки палатки как 16 часов. Поэтому вышли от Ауспии поздно, аж в 15 часов. До этого зарывали 55 килограммов еды в снег, эпопея под громким названием «Обустройство Лабаза». Так записано в УД. Так может это дятловцы не палатку ставят, а еду зарывают. Нет, там плоское место под елками, а тут наблюдаем склон в 23 градуса, больше метра яма достаточно легкого не спрессованного снега выкопано. А место установки палатки вы видели? Там угол склона 15 градусов, и врыта палатка была всего на полметра с одной стороны, лишь подрезали наст. Так записал Григорьев, который дотошно записывал всю информацию. Хорошо, место не то, так может и дятловцы не те. То есть, не дятловцы это вовсе. Да нет, дятловцы, все узнаваемо. Спиной Рустик, возле своего рюкзака с валенками и топориком. Часто говорят, что это Люда, но Рустову дает помпон его шапочке. Дальше, колеватов в черном комбезе. Тибо узнаем по ветровой всесезонной шляпе с каким-то значком на ее обрезе, то ли этот целик для отбивки азимута. А слева, конечно, это Юрка. Юрка, но какой? Конечно, это Юрка Кривонищенко. Посмотрите на его фото у палатки. Та же форма шлема шторы, те же рукавицы с выделенным указательным пальцем. У того, кто носит финку на поясе, должны быть именно такие рукавицы. Теперь внимательней посмотрим, что они делают, наши дятловцы. Неужели носком лыжи ковыряют наст, который по твердости не уступает черепице, как записал Григорьев? Требуется огромное усилие, чтобы проткнуть его лыжной палкой. Посмотрите на частоту движения лыжи у Крива. Паковый снег не пометешь так лыжей, как метелкой. Особенно поражает колеватов. Развернул палку, и копает ее траншею под двойную палатку. Нехорошо. Не зря Юдин его недолюбливал. А все эти действия напоминают мне поиски какого-то предмета. Он небольшой, как булыжник, но его можно подцепить носком лыжины. Именно поэтому Крива делает такие движения, а Коля прощупывает снег палкой. Вещи брошены хаотично, в спешке, похоже дятловцы, что-то выронили, и это что-то покатилось под откос и набрав скорость зарылась глубоко в снег у подножий склона. Я предполагаю, что таким ценным предметом мог быть фотоаппарат. Кто-то нес его на груди или он был перекинут через плечо. Ремень оборвался, а фотоаппарат покатился по насту вниз, пока не зарылся в мягкий снег внизу с подветренной стороны скалы или под леска. Такое скальное место есть прямо у Мансийской тропы, которая идет с перевала Гух мимо правого источника Хози. Заглянем в УДЭ, действительно, такой фотоаппарат был найден. Юдин опознал его как аппарат Рустика. Весь в глубоких царапинах, с оборванным ремнем, за который криво пытался его выудить из снега носком лыжи, очевидно, таки нашли. Покажем, где приблизительно могло быть это место поисков фотоаппарата. Это еще не доходя Лого Хози, возле правого ее истока есть скальный обрыв протяженности с полкилометра. Вот там это могло произойти. А потом? А потом, дятловцы спустились в долину, чтобы сделать привал на обед. Если от избы они вышли после десяти часов, то на перевале Гух они были между двенадцать и тринадцатью часами. Пока спустились, поискали аппарат, вот и два часа. Время обедать. Далее, как любят говорить дятловеды, и тут что-то произошло. Скорее всего, именно тут случилась трагедия или ее начало. Их либо догнали, либо встретили. Группа Z осталась на заимке, не предпринимая усилий остановить дятловцев там. И это странно. Мы говорили, что весьма удобно использовать заимку для темных замыслов, но, как видим, нет. Дятловцев либо выпустили, либо упустили. И догнать их смогли лишь на западном склоне Урала. Будем выяснять эти нюансы, но уже в новом году. Посмотрите на итоговый план событий. Перед вами как на ладони все, что происходило в реалии фикции, придуманной инсценировщиками. Все крутится вокруг мрачной горы Халачахы, только по разную сторону ее от рогов. По моему мнению, эта карта является ключевой для понимания мотива убийства. По одну сторону, стоянка, лабаз, палатка, кедр. Захоронение группы, по другую, третий приток лозви, перевал гух, поиск фотоаппарата, привал на обед. Фактическое место трагедии. Что ж наш интереснейший поход по маршруту дятлотцев закончился. Дальше пойдет моя версия событий. Вероятный мотив убийства, установление заинтересованных лиц и исполнителей. Все дальнейшее исследование будет строиться исключительно на моих гипотезах и предположениях. А чтобы разгадать эту загадку в века нам понадобится выйти за пределы жестко навязанных стереотипов, как мы уже делали это не раз, но это уже в новом году. С наступающим, дорогие зрители! С вами был Михаил Бутов. Субтитры создавал DimaTorzok